762 девятиклассника и 518 одиннадцатиклассников в этом году проходили государственную итоговую аттестацию. 77% выпускников выбрали профильную математику, 44% сдавали физику, 26% – общество знания. Популярностью пользовалась информатика, 103 человека выбрали этот предмет. Результаты всех ЕГЭ в нашем городе выше, чем в целом по стране, рассказали представители Департамента образования на ежегодной летней пресс-конференции. Кроме того, в этом году в городе 55 медалистов – это рекорд за последние несколько лет. Из них 9 сдали один из предметов ЕГЭ на 100 баллов, один выпускник – дважды 100-бальник. Средний балл, например, для медалистов по русскому языку – это средний балл 92 балла, а, например, по математике – это 83. То есть очень высокие результаты, которые, конечно же, говорят о качестве образования. И нам приятно отметить в целом вообще по системе, что пандемия не сильно повлияла на результаты, которые мы получили по государственной итоговой аттестации. И нас это очень радует, безусловно. Это говорит о том, что педагогический состав школ справился, поставлен в задачи. И мы благодарим родителей, которые привели терпение, и, конечно, самих детей. Рассказала Наталья Володько и о приеме в первые классы. 968 малышей в этом году впервые переступят порог муниципальных школ. Еще 42 пойдут учиться в православную гимназию. Есть школы, которые уже исчерпали лимит мест. 17-я школа близка к тому, чтобы подойти ко второй смене. В 11-й школе часть классов началки планируют перевезти в здание первого интерната. Забиты все школы нового микрорайона. При этом существует кадровый голод. Нужны и учителя начальной школы, и предметники. Эти проблемы пытаются решить за счет привлечения молодежи. Саранск, Арзамас, Нижний. Но, на самом деле, среди, например, учений начальных классов нам очень нравятся выпускники городецкого училища, например. То есть это прекрасные девчонки, которые великолепно подготовлены, справляются и с дисциплиной, и с методической подготовкой. Нам, например, они очень нравятся. Поэтому в данном случае достаточно широкий спектр. К тому же наш город участвует в областной программе по улучшению жилищных условий педагогов. На основе списка всех вакансий из нашего города выбирают те, на которые объявляют конкурс. Учителя, которые его пройдут, получат миллион. Пока у нас в городе работает только один учитель. В прошлом году она приехала работать в 10-й школу и получила миллион рублей по этой программе. Но, соответственно, там есть обязательства. Это нужно 7 лет от работы в образовательной организации. И до этого не работая в системе образования города. Речь не только о молодых специалистах. Поучаствовать могут все учителя, которые переезжают в наш город и не имеют здесь недвижимости. Кроме того, представители департамента образования рассказали, как будет организован учебный год. Насчет формата линеек на 1 сентября ясности нет. Но все надеются, что праздник отметят в очном режиме. В школах остается разделение потоков, термометрия на входе. Школы первоклассников у нас не было в этом году, вы знаете. Следующий год будет зависеть исключительно от позиции с обстановкой по эпидемиологическим показаниям. Если мы будем понимать, что мы такие школы можем открыть, значит мы будем их открывать. Если же сохранится пока режим, тот, который существует, или он будет еще усугубляться, соответственно, школы первоклассников пока так же не будет. Если вы помните, в соответствии с распоряжением главного санитарного врача Российской Федерации, до 2022 года запрещены любые массовые мероприятия. Также Наталья Володько сообщила о планах по строительству новой школы в 15 микрорайоне на пустыре рядом с 8 детским садом. Пока специалисты разрабатывают техническое задание. Что касается появления детского сада в 21-22 микрорайонах, то подготовка проекта находится на этапе завершения.